Братья и сестры славяне, с чего предпочитаете начать? С изучения идеальной постройки с подключением по сторонам света, соответствующим четырем богам сварги, или с разнообразных, менее возвышенных, но более распространенных видов домашнего планирования, которое описано в ведических писаниях. Какие менее возвышенные? Менее возвышенные я имею в виду не по размеру или этажам, а по ихной соотносимости со Вселенной, и соответственно по ихной способности пропускать божественные силы. Ну давай, наверное, как мы говорили тогда, по секторам сначала, а потом будем увеличивать. Масштаб. Хорошо. Прошу нарисовать квадрат. Сколько? Один большой квадрат. Раздели его крестом. Пиши в этот квадрат еще два квадрата. В каждый? Нет, в самый большой квадрат. Просто вот так вот? Да. Поменьше, что ли? Да, намного меньше, так, чтобы они были, так сказать, пропорциональны. Ну то есть они должны по площади примерно в три раза меньше быть, а следующий еще в три раза меньше. Теперь другим цветом каждый из четырех квадратов, которые разделены крестом, просто так же само разделить крестом. Все три, что ли? Каждый из четырех квадратов. То есть большой квадрат разделен крестом. А, и остальные два делить, или что? Давай сам. Кроме тенек, не поймешь, чтобы цены не шейдут. Можешь пронумеровать их или как? В каком порядке? Да, в каком... В принципе... Да, сверху там. Маленький не делится? А зачем маленький? Малый. То есть здесь идет, с одной стороны, как географическое, а с другой стороны, как политическое отделение сварки своего рода. Остальным рисующим или пишущим советую сделать то же со мной. Можно две карточки? Да, можно две, так быть даже удобней. Итак, на что это у нас схоже? И что это нам показывает? Разделен крест. Да. Схоже на вас-то чуть-чуть. Вот не надо искать вас-то. Надо искать аналогии во Вселенной. На основании пирамиды мироздания, что ли? Да. На какие части она разделена? Маленькие квадратики или большие? Да и те, и другие. Вот кто из присутствующих может подойти и сказать, этот квадрат означает то вот, этот квадрат присутствует, потому что так и так дальше. Может, ты чуть-чуть пояснишь про пирамиды мироздания, а то, наверное, не всем понятно, что имеется в виду. С пирамидой мироздания тяжело, потому что тут надо объяснять коротко сотворение Вселенной, если есть желание с радостью. То есть, есть Вселенское яйцо, это то место, в котором находится дальше вся Вселенная. Если кто возьмет древние мифологии, то там практически в каждой можно найти космогонический образ мирового яйца, как Вселенского яйца, того, где, в принципе, находится все остальное. И, в принципе, если так детально разобраться в этом деле, то это исходит из ведических писаний, где так оно все и описано. В этом Вселенском яйце внизу проявился Всевышний. Он испустил мысль вверх, создал вокруг себя сваргу, то есть этот четырехугольник, поднялся над ним сверху, принял из себя искры из духовного мира и воплотил их в материальном мире. Сварга имеет разделение на правь, явь, мудрость и навь. Поэтому она крестом и разделена на четыре части. Крестовое разделение сварги – это оси, по которым сверху в сваргу спускались Бог и Богиня Проматерии, проходили сваргу насквозь и поднимались вверх, образуя таким путем пирамиду. Немного, в принципе, это можно соотнести с Декартовыми координатами, в которых тоже присутствует подобная идея. А если разобраться, что еще Декарт занимался философией и теософией, то неудивительно, что она там присутствует. Кто такой Декарт? Картур? Нет, кто Меркатур. А, Меркатур. Тематик. Да. Вот ты, наверное, знаешь про него много, да? Да нет, не вообще. Итак, если нарисованы два квадрата, две схемы, то на той схеме, где у нас присутствует просто разделение квадрата крестом, прошу подписать в верхнем углу, который у нас будет, допустим, северо-восточным углом. В нем прошу подписать правиль. Северо-восточный угол. То есть, гранью севера? Ну да, то есть, именно на этой картине. На верху север. Да. Я имею в виду не по отношению к географическому положению этого дома и так дальше, а именно конкретно этой картинке. Географически. Северо-восток, правый верхний квадрат у нас получается. Подписываем направление? Правь. Соответственно, юго-западной – мудрость. Юго-восточный – явь. И северо-западный – явь. Как вы думаете, такое разделение, такое соотношение вселенских космических понятий как-то соотносится со сторонами света и реальной жизни на нашей планете? Братья и сестры славянки. Насколько, допустим, такая картина мироздания, такая схема наложения сварги на нашу землю соответствует тому, что реально есть на нашей земле? Исторически, климатически, энергетически или ещё как-то? Ну, по идее, с полюсами соотносятся? В какой-то степени соотносятся, в какой-то степени не очень. То есть, можно представить, допустим, что этот крест представляет из себя крест от северного полюса до южного и, соответственно, линия экватора. То есть, в таком плане оно как-то соотносится. С другой стороны, смотрите, северо-восток – это правь. С северо-востока на территорию европейской равнины, восточноевропейской равнины, 24 тысячи лет назад пришли предки праславян с Рота и Гипербореи. То есть, соответственно, северо-восток ассоциируется с правью. Кроме того, энергетические токи оттуда войдут именно такие. Дальше. Получается, юго-восток ассоциируется с явью. Явь – это жизнь, явь – это активное такое размножение. Явь – это, в первую очередь, всё такое светлое, бело-желтоватое и так дальше. И если взять у нас, что находится на юго-востоке Европы, то там как раз активно размножающиеся народы китайцев, индусов и других. Некоторые из них имеющие желтоватый оттенок кожи. В Евразии Европы? Евразия, Евразия, да, извиняюсь. Континент, то есть материк Евразия. И дальше. Если взять юго-запад, то получается, это у нас соответствует Островии, или, как её ещё называют, Атлантида, где, в принципе, были достаточно большие объёмы знаний, большие объёмы мудрости. Ну да, то есть. Далее, получается, северо-запад соответствует НАВИ. То есть на северо-запад от Европы конкретно и от Евразии в целом были скандинавские страны, Исландия, Гренландия, которые долгое время были под ледником. То есть, как раз вот эта убивающая НАВИ сила, она и соотнеслась для наших предков очень качественно с таким разделением. То есть, с одной стороны, это как философская идея, с другой стороны, это и исторически сложившиеся определённые особенности тех или иных местностей, плюс их энергетические изначальные характеристики. То есть, с этой схемой, с этим разделением более-менее понятно, да? Или кому-то надо что-то здесь уточнить. Хорошо, теперь надо разобрать немного квадрат, который разделён вписанными в него квадратами. По мере убывания, чем ближе к центру, тем меньше, чем дальше, тем больше. Это то же самое разделение сварги, только уже по другому принципу. Тогда грань, самую большую грань квадрата, грань сварги, подписываем как безграничность. Внешняя грань квадрата. Верхняя. Вся. Вся внешняя грань квадрата. Да. Дальше, следующий квадрат. Это у нас безматериальность, безощущаемость. То есть, средний. Да. Безматериальность, безощущаемость, непознаваемость. Это сам квадрат или его грань? Границу подписываем. Но это надо сделать учёт, что это только для жителей центра сварги. А так там своя материя существует, в принципе. Следующий, непроглядность. Здесь материальность и внутренняя непроглядность? Да. И центральная ограниченность. Какая центральная? Точка. То есть, допустим, сделаем по-другому сейчас. Един секунду. Давайте так. Получается, смотрите, вот у нас в центре получается крест. Мы этот крест разделяем до того, что у нас эти линии состоят из двух линий. А, увеличиваем его. Да. И получается, что здесь образуется, пересечением линий образуется дополнительный квадрат. То есть, толщина, это ширина линии, да? Да. Что он должен быть? Ограниченность. Дальше сносим эту ограниченность вниз. На весь лист рисуем как раз это пересечение. Так, чтобы в него ещё было удобно путём квадратуры круга вписать 9 кругов. Вписываем в него круг, пересечённые линии. В середину? Да. Там нам 9 надо будет вписать. Внутрь вписываем? Да. В каждый вписываем. В смысле в каждый? В каждый из этих квадратов или нет? Только в центре. У нас всего лишь один квадрат. А. Нет, в один этот квадрат. В этот один квадрат вписываем круг, в него вписываем квадрат. А, и вот так. И так дальше 9 кругов у нас должно получиться. Понятно. Значит, надо записать, чтобы понимать, о чём идёт речь. Он тоже делится на 9 равных частей? Почему? В круг. Нет, в круг, в круг. Круг сейчас просто вписываем квадрат. Понятно. В этот квадрат круг. Да. В этот круг квадрат. Да. То есть, как бы, получается 8 тогда квадратов, но, в принципе, ещё основной, так что такие 9. Итак, пока идёт процесс рисования, скажу, что это не просто абстрактные понятия, это бог и богини на самом деле, каждая из них. Безграничность, ограниченность, беспространственность, непроглядность и так дальше. Просто их наимена без соответствующего ритуала на территории, которая не соответствует местности от Вислы до Днепра и от Чёрного моря до Балтийского не сообщается. То есть, можно провести целые ритуалы, только после этого можно будет назвать их наименом. Мы вот в эту территорию не входим, я так понимаю, сейчас. Ну, как бы, Днепр, он отделяет даже Украину на две части. Поэтому на территории Восточной Украины это тоже нельзя произносить без ритуала. Только с территории от Вислы до Днепра, от Балтийского до Чёрного моря. Их можно там хоть целый день произносить. С чем это связано? С тем, в принципе, что та территория, благословённая Радой, когда она, в принципе, с ней соединилась, предчувствуя деградацию людей в Калиюгу. В принципе, вот эти как раз все круги, они описывают ту Вселенную, которую более-менее видят современные учёные. Они чего-то там Хабблами, другими спутниками фотографируют, чего-то там ещё изучают, измеряют. Всё остальное они просто не видят и до этого додуматься даже не могут. В то же время, если взять даже просто славянские народные сказки, там присутствует понятие о Кащеевом яйце, внутри которого игла. И вот на вершине этой иглы, так сказать, самое главное в этой истории. В принципе, здесь аналогия такая же. Вселенское яйцо, в нём обелиск, на вершине которого это плоскость, вернее, перед самой вершиной. Какая плоскость? Сварга. Вот это. Да. И в центре той плоскости пересечение путей богов первоматерии, которая и образует видимую и познаваемую современным человечеством Вселенную. Со всем её множеством галактик, галактических скоплений, солнечных систем и так далее. Это более-менее понятно или нужно уточнение? Мы это разберём чуть позже. Пока это просто начальные данные. Хорошо. Допустим, возвращаемся к верхней схеме. Там, где у нас четыре квадрата сварги разделены на соответствующие ещё квадраты. И можем записать, что за измерение прави ответственный Истанбок и Истанбогиня, боги истины, прародители арабочей. Им в равной степени принадлежит верхний, то есть северо-восточный квадрат большой. Истанбок и Истанбокиня, то как его? Истанбокиня. Ари. А. Соответственно, верхняя часть этого квадрата имеет мужские качества, нижняя часть – женские. Нижняя часть – это половина квадрата. То есть квадрат правий состоит из четырёх частей. Он разделён горизонтально линией, видишь? Ну да, да, да. Я и спрошу. И вот, нижняя часть соответствует Истанбогине, верхняя – Истанбоку. Седьмой, восьмой богини, третий, четвёртый бог. Ну вот. Ну да, да, если их номеровать, то получается третий, четвёртый, седьмой, восьмой. Самый крайний, северо-восточный квадрат соответствует богу Карана. Нижний под ним квадрат соответствует богине Карине. Это боги, отвечающие за поддержание справедливости и за наказание или восстановление справедливости во Вселенной. Какие номера? Вот, крайний получается северо-восточный и находящийся под ним. Нет, это же Арии и Арии. Нет, смотри. В общем, этот квадрат принадлежит Арии и Арии. Да. Но когда мы его делим так ещё, то получается, что здесь присутствуют ещё две богини. Ау. Здесь присутствуют ещё два бога. Каждый в своём квадрате. Это как, допустим, государство в общем. А государство ещё разделено, допустим, на автономные области. Автономные области на районы, районы там ещё на что-то. Так и тут. Понятно? Следующий, это уже ближе на запад. Так же самый верхний квадрат мужской соответствует богу Краку. Нижний женский соответствует богине Крайе. Если те боги отвечают за поддержание справедливости и наказание или восстановление справедливости, эти боги отвечают за духовное развитие и самоосознание. Это Альюга Восточная. Это, получается, третий, седьмой. Это, получается, вот, мы разобрали самый крайний, северо-восточный, следующий от него ещё в измерении праве. Третий, седьмой, то есть? Да. Краку, а как? Крае. Сверху Крак, да. Кстати, известный ли бог Крак в истории и где живут его потомки? Краков. Краков, да, основан так же само, как Киев, основан богом Кием, прародителем славян, так же и Крак основан краком. Есть такое. Теперь идём к квадрату числа Бога. Это Назь. Почему Назь? А, мудрость. Числа Бог, да. Соответственно, верхний прямоугольник квадрата числа Бога – это мужская часть, это сам числа Бог. Нижняя часть квадрата – это числа Бога, богиня тоже мудрость. У них подчинённые, то есть получается, крайний юго-западный квадрат – это славера. А, левый крайний, то есть девятый, тринадцатый. Нет, квадрат тринадцатый. Вот, тринадцатый. А, да, тринадцатый. Славера? Да. Надо что включать. И сверху над ним славер. Это боги мудрости и боги, благословляющие славян на духовное развитие и благополучие, в частности. Соответственно, другие два квадрата, мужская часть, там идёт бог Севран, как он пишет? Севран. Севран. И твёрдый знак на конце. Угу. И богиня Севрана. Угу. Они отвечают за огонь, сродный людям и помогающие им в жизни. Это значит, что там кухня? Пока мы просто пишем, какие в сварге есть соответствующие части. И, допустим, если квадрат нашего дома соотносим со сваргой, то какие, соответственно, боги, какую часть этого квадрата соответствуют, понимаем. И идём, соответственно, к измерению Белобога. Это явь. Явь. Крайний, восточный, когда идёт у нас, это Стребог. Да. Под ним славунья. Рус, следующий. Левый, слева. Да. И Руса. Идём к Чернобогу. А немножко про Русу и Русу можно? Это сын и дочь Стребога. То есть они как бы не... Они чем заведуют? Они заведуют чистотой, они заведуют определёнными видами духовного знания. И они, в частности, заведуют покровительством сельского хозяйства, которое идёт не вразрез с природой. Они как муж и жена? Да. От них происходит династия русов. Княжеский род, который жил вокруг речки Рось, потом разделился на несколько группировок и так дальше. Соответственно, измерение Чернобога. Страшное такое. Нафи всё-таки. Соответственно, какой там женский квадрат, какой мужской... Вернее, какой женский прямоугольник, какой мужской? Чернобог, Чернобогиня. Да. Ну а сверху кто? Чернобог. Да. Подписываем. То есть, верхний прямоугольник Чернобог, нижний прямоугольник Черная Богиня. А верхний, самый северо-западный квадрат, это Морок, под ним Морочая. Я или Я просто? Морочая, да. То есть, та богиня, которая морочит. И, в принципе, в разных писаниях, в следующем квадрате называется или Лихобог, или Чернобог. Это один тоже или нет? То есть, это два, в принципе, разных. Один ответственный за какие-то невзгоды, другой ответственный за тонкоматериальных сущностей нами. Чернобог? Ну да, то есть, как начальник. Или Чернобог. То именно. А другой, Лихобог, это то есть, за всякие невзгоды ответственный. И в писаниях единства я не нашел. То есть, или один, или другой. Так. Дальше. Над крайней верхней гранью. Вернее, скажу по-другому. Над верхней вертикальной линией. А богиня? Соответствующая. Лихобогиня и чертобогиня, что ли? Или так, или так. Вот у нас, соответственно, в квадрат вписанный крест. И над верхней точкой креста пишем «Кулбара». То есть, бог, который хранит и хранил ведические знания, который хранит потенциал всего существования и материальная обитель которого находилась в подножье горы Меру на нашей прародине Гипербореи. В самом низу, противоположной Кулбаре, у нас идет Парун. То есть, здесь вот креста надо уделить. Да. На западе у нас Дэй. И на востоке Радакош. Или Радагаст, или... Радагаст, Радагаст в разных диалектических вариантах, Радагаст. Ты же видел сам вчера, сколько в рунах там этих вариантов. Да. То он Радагаст может быть, да? В разных диалектических вариантах, да. И за разные самословые значения ему соответствуют. Конечно. То есть, когда хотели подчеркнуть одно качество, писали так, другое по-другому. Вот, в принципе, у нас соответствие богов к квадрату. И, соответственно, мы можем, зная это, планировать, что мы куда хотим поместить. Строя дом. Это относится и на планировку участков? В принципе, это относится к любому квадрату. Осознанно или неосознанно. Если мы еще осознанно это привяжем к такую планировку, то как бы еще лучше будет. Осознанно это означает, что дополнительно поместить там какие-то арканы соответствующих богов, чтобы эту связь более точно укрепить. И, соответственно, если мы эту схему разобьем еще дальше, то есть еще дальнейшее отделение. Просто смысла в нем особого не вижу.